Шалипа — Да, в общем, — ответил Шалипа, — но я живу в одном шаге от кладбища. По ночам там собираются волки. Я не могу слышать их вой. Страх преследует меня даже днем, и мне уже не помогает присутствие близких. — Есть. Есть мантра против страха, — сказал Йогин, — но сначала ты должен получить посвящение. Шалипа принес множество вещей, в том числе золото и серебро, в плату за инициацию. Наставления же были таковы. Чтобы удалить страх, слушай все звуки в мире, как вой волка. Медитируй непрерывно на то, что вой и все остальные звуки неотличимы друг от друга. Построй шалаш прямо на кладбище и живи там. Шалипа последовал сказанному. Он преодолел ужас перед воем, когда осознал, что все звуки в мире неотделимы от пустоты. Освободившись от страхов, он создал состояние неразрушимой радости. После девятилетней медитации Шалипа полностью очистил свой ум и обрел ситхи Махамудры. Он носил на плечах шкуру мертвого волка и стал поэтому известен как Йогин Шалипа. Для тех, кто был готов к этим учениям, он дал множество наставлений о неотделимости явлений от пустоты. В своем теле Шалипа ушел в ясный свет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok